Вместе с вопросом на коммунальную тематику на нынешнем совещании особо выделилась проблема работы кровли в школах и детских садах. Ведь изначально было обещано, что все будет завершено до 1 сентября. Но подводя итоги, можно сделать вывод, что ремонтные работы сделаны не полностью. Осень уже вступает в свои законы и права. И в связи с этим единственный интересующий вопрос Хури Персаидову – как продвигаются ремонтные работы в образовательных учреждениях. Все работы на 11 объектах завершены, за исключением спортзала в 6-й школе, доложил начальник управления образованием Сулейман Нурмагомедов. 11 объектов, на которых мы ремонтировали кровли, из них, если цифровые данные взять, почти везде закрыты крыши, за исключением некоторых нюансов. Но проблема в 6-й школе. Из-за отсутствия средств на сегодняшний день, эти стропилы все поставлены, ждут финансирования. Буквально как будет, этот вопрос решается. Где-то 18-950 квадратных метров кровли на сегодняшний день сделаны. Ни садики, ни школы. Я проезжал, не протекают. И еще два объекта, тендер разыгран, будут только начинать сейчас. Доступная среда – это федеральная программа, согласно которой в городе должны быть созданы все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями не испытывали неудобств. Если две недели назад руководитель управления социальной защиты населения Ваху Османова выразила свое беспокойство, что проект находится под угрозой срыва, то сегодня с уверенностью можно сказать, что Каспийск – один из первых республиканских городов, который прошел программу, уверила всех присутствующих представителей данного учреждения. 2-го числа мы сдали без реестров и оттенков объекта, в 67-м объектах, и сами паспорта мы отсканировали, в электронном виде, на сегодняшний день это на этом этапе, на загрузке. Все реализации, которые мы обследовали, мы все сдали, все нормально. Представитель службы МЧС сообщил, что 4 октября ожидается штабная тренировка, которая будет проходить под руководством председателя правительства Республики Дагестан и обратился ко всем руководителям с просьбой отнестись с полной ответственностью к данному мероприятию. По теме будет проводиться организация выполнения мероприятия по гражданской обороне и переводе государственной работы в свое время и в эти кандидатичей. Значит, получается перевод муниципального образования городского округа города Каспийск в мирное на военное положение. Согласно плану перевода в мирное на военное время у нас есть мероприятие, в первую очередь, в вторую и третью очередь. Мы должны подготовиться к этому вопросу серьезно. Начало учения 4 числа, с утра на 6 часов дадут сигналы, поэтому сигнал нашей оперативной дежурной будет доводить сигналы до дежурного подразделения города. И поэтому сигналы руководители должны подготовить свои планы заранее, откорректировать свои планы. Руководители гражданского оборона объектов подготовят планы свои. О криминогенной обстановке в городе рассказал заместитель начальника полиции Магомед Насих-Халилов. Так, на этой неделе зарегистрирован один факт угона автомобиля ВАЗ-21099. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся оперативные мероприятия. У нас была на автодороге в Кавказ при попытке остановить автомашину ВАЗ-2114. Магомед Насих-Халилов из автоматического оружия открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Желтся, пострадавших среди сотрудников УНЕД, ответным огнем убитый водитель Дадаев Магомед и пассажир Сулебанов Тагир, проживающих в селе Некарамове, в Буйнадском районе. С места происшествия изъяты автоматы, патроны и гранаты. По контуру Калинскому району, в ходе проведения в районах операции розы сотрудникам правоохранительных органов на просылочном дороге ведущей поселок Тюбе, контуру Калинскому району, при попытке остановить автомашину приору не установить цель за оружие, открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем убит Сулебанов Резбан, Курбанович, тоже проживающий в селе Некарамове, в Буйнадском районе. После обыска 24-го в доме у Магомедова Марковича, 92-го года рождения, который был убит в ходе спецоперации в городе Хасоверта, обнаружены оружие, гранаты и литература, диски, религиозное направление правоохранительных и традиционных ислам. После обсуждения всех вопросов на повестке дня и отдачи указаний ответственным службам, совещание было объявлено закрытым. Асяд Ибрагимова, Анвар Курбан Магомедов, Новости Каспи-ТВ.